Бывшие действующие, молодежь и ветераны летний турнир по хоккею памяти Юрия Шпигала вновь состоялся в Магнитке. На лед хоккейной школы Металлург вышли те, кто делал здесь первые шаги в большом спорте, и те, кто почти 20 лет назад защищал цвета магнитогорской команды. На льду детского ледового кредо и стальные топоры сегодня в составе любительских команд профессиональные хоккеисты Потехин и Косов, Чистов и Ибрагимов, Самсонов и Мамин. Турнир памяти Юрия Шпигала уже в третий раз собирает тех, кто совсем скоро выйдет на лед в рамках чемпионата КХЛ или высшей лиги. Почти все команды сильные, каждый играет минимум по пятерке с КХЛ. В воротах у нас Илья Самсонов, который получил лучшего вратаря чемпиона мира среди молодежки. Достойные люди, молодцы, отвлекаются по любому приглашению, хотя многие в отпусках должны отдыхать. Не отказывают, приходят, наступают. Каникулы не в самом разгаре, уже пора готовиться к сезону, осталось 3-4 недели до сбора команды, поэтому потихоньку начали. Очень хорошо и полезно, что устраивают такие турниры. Спасибо организаторам за приглашение. Богдан Потехин – один из тех, для кого лед хоккейной школы стал стартовой площадкой в большой спорт. И если у нападающего «Металлурга» возможность поиграть в детском ледовом выпадает часто, то для Максима Мамина шанс вернуться в прошлое. Он начинал выступать за команду мастеров «Магнитки», но уже долгое время защищает цвета других клубов. В прошедшем сезоне Мамин играл в «Витязи». Давно на этом, очень давно на этом льду не катался. Как и многие ребята, вышли на лед, естественно, ностальгия, ощущения приятные. Сложно словами передать все равно. Очень приятные ощущения. С не меньшим удовольствием выступает на турнире и Евгений Галкин. Пик его хоккейной карьеры пришелся на начало 90-х. Потому с ностальгией Евгений вспоминает те времена, когда выходил на лед в одном звене с самим Юрием Шпигала. Когда он был еще действующим игроком, мы всегда играли с ним в одной тройке. И сразу же в одном сезоне он стал у нас тренером. Поэтому и как игрок с ним поиграл, и как тренер у него поучился. Нынешний состав команд-участниц турнира оказался одним из самых звездных и сильных. Кроме кредо и стальных топоров, за победу сражались сборные МГТУ и ММК. В результате упорной борьбы второй год подряд кубок, который решено было сделать переходящим, достался команде кредо. Александра Алексеева, Елена Старостина, Дмитрий Федотов, информационная служба медиагруппы «Знак».